Друзья, всем привет! Вы на канале Кукс Бразер Хукс. И у нас сегодня будет небольшая проверка рецептов. Натнулись на такой простой рецепт. И, как я понял, это рецепт ирисок. Ну, в принципе, обычных ирисок. Захотелось тоже попробовать и проверить в плане вообще съедобные, они вкусные. Как они жуются там. К зубам особо сильно не прилипают, либо там еще что-то подобное. Какие продукты нам понадобятся? Очень все просто. Сгущенное молоко, баночка. И какао. Какао мы возьмем наше обычное, вот это красное октябрь, всем известное, золотой ярлык. И, естественно, будет сливочное масло. Все, три ингредиента нам понадобятся для этих ирисок. Приступаем к готовке к нашему продукту. Комфорку мы не включили. И просто вот нашу сгущенку перекладываем в гастроемкость. Сгущенка обычная, с сахаром. Самая дешевая, какая есть в магазине. И берем нашу какао-порошок. 4 ложечки добавляем. И все перемешиваем до однородной массы. Ну, смотрите, вот мы перемешали. В принципе, все красиво получается. Достаточно. Включаем нашу комфорку на средний огонь. Обязательно постоянно помешивайте, чтобы не пригорало. Ну, видите, уже начинает загустевать. Грубо говоря, получается вареная сгущенка. Ну, сейчас, думаю, прям еще загустеет посильнее. И будем масло добавлять. Где-то вот грамм 30 сливочного масла. И все вмешиваем, масло туда в нашу смесь. Достаточно хорошо загустело. И мы будем перекладывать. Мне кажется, достаточно уже. Слишком густо будет. Уже даже с ложки не слипает. 30 мнор. Все, убираем сейчас в прохладное место. На час, на полтора примерно. До полного остывания. Ну, почти до затвердевания. Самое главное, что пленка отстала. Ничем не смазывали, ничего не делали. Увидимся через какое-то время с вами. Уже все будем нарезать. Прошли у нас полтора часа. Субстанция такая тверденькая получилась. Достаточно. Пробуем, открываем. Как ни странно, пленка снялась отлично. И попробуем это нарезать. Мягкая очень даже вещь получилась. По нажатию. Не знаю, как будет потом на зубах. Пробуем, нарежем сейчас. Нарезается довольно-таки легко. На вид она вот такая, да? На разрезе. Срез такой ровный. И мягкая, смотрите, прогибается. Как держи. Пока впечатление хорошее оставляет. Ну вот так, по вообще таким моментам, похоже, ну кто знает, так гематоген есть детский. В принципе, он темнее немножко. Ну, что-то есть. Визуально, опять же. На вкус непонятно. Так, ну вот что мы нарезали. Сейчас разъединю все. И добавим чуть-чуть какао. Решили тоже не добавлять сахарную пудру. Просто какао добавим немножко. Сверху посыпем. В принципе, какао хорошо. Сразу прилипло и мешается намного проще. Запах приятный пошел. Какао такой. Интересный. Ну вот попробуем наши риски, так называемые. Как удался нам рецепт, нет. Не знаю, как, конечно, на вкус у этого человека получилось. Но по виду, в принципе, идентично и достаточно, в принципе, аппетитно выглядит. Прикольная мягкая штука вообще. В зуба мне прилипает так сильно, как риска. Вот так пристает, как жевательные конфеты, если так можно сказать. Даже когда разжуешь. Обалденно. Детям точно дойдет. Ну и так с чайком прикольно. Как бы рецепт, проверка рецепта удался. И вам советую сделать. Действительно очень простой рецепт. Как бы без всяких упреков там подобные. Так что, кому видео понравилось, кто первый раз на канале, подписывайтесь. Пишите комментарии обязательно. Ставьте лайки, дизлайки. До встречи на новом видео. С вами был Димас, оператор Антонов Сябанна. Всем сладкого настроения. Пока-пока.